ну что о классная вижу ваши комментарии спасибо моему подписчику привет из сибири привет вам назад сибирь я по вам скучаю привет если у вас есть какие-то вопросы задавайте я теперь вижу шалом наконец-то покажем писать да ссори это я да все работает классно да там есть просто такая фишка я посмотрела в настройках когда открываешь трансляцию иногда то есть один вариант участвовать в чате могут те на кого я подписана блин я не на кого очень не подписан это вчера зарегистрировалась или участвовать чате могут все так что всем добро пожаловать наконец-то я это эту функцию нашла сердечки летят как прикольно так что если у вас есть какой-то вопрос быстренько придумывайте я буду отвечать потому что рассказал вам про наше потемнение быстро и наши погодные условия которые никак не разродятся зимой нормальной поехала машина он там зеленая ведь эта машина чистит улице так нет я не специально заблокировала общение наоборот я хотела именно пообщаться как когда вы мне пишите я что-то тоже отвечают как-то тупо сидеть и в камеру болтать это тоже самое можно сделать потом выложить на youtube а тут смысл наоборот что я могу читать кстати комментарии быстро пропадают а мой русский язык не дает мне возможность как быстро все это читать но я стараюсь рада видеть и слышать я тоже вас рада видеть и слышать спасибо большое за внимание кстати вот эта проблема всегда в кафе не могу никогда ничего снять и ничего рассказать потому что куку вам тоже куку потому что всегда играет музыка youtube это музыку вот этот парень опять пристает мне реально не дает спокойно жить я думаю я скоро пожалуюсь в полицию на домогательство просто как бандель из к заднице прилип привет привет всем привет нет трансляция не будет в ущерб видеоблогерства на ютюбе потому что это именно вот в перерывах когда остается минут 10-15 свободного времени и просто хочется вторых почитать поздороваться и получить тайде немножечко весь смысл в том что я могу сейчас я вижу я не смотрю в камеру я смотрю на комментарии которые приходят что это немножко для меня тоже обратная связь потому что как я часто говорю на ютюбе вы меня видите я вас нет и тут я могу просто реально немножечко пообщаться и послушать что вы тоже думаете макбук все идет да еще осталось еще осталось на потому что я ждала сначала поставки тому поставщику у которого я заказала и да а потом они должны будут отправить до поставки когда заказала было десять дней еще пару дней на пересылку вот и мне это вышло на 1200 шекере дешевле чем в нашем официальном магазине вот такие вот дела я решила что за такие деньги стоит подождать немножко потому что оказалось что реально у нас можно купить это кстати вы знаете мне стоило реально то же самое что в америке еще я плюс к этому я плюс к этому я получил возврата 18 процентов налога как-то это вышло уже на 18 процентов еще дешевле чем в америке какие книги журналы я читаю я как-то отвечал на этот вопрос я читаю в основном либо английские детективы классические либо историю израиля вот такие вот дела поэтому я не особо делаю видео на эту тему потому что я не читаю какую-то современную литературу читаю но очень мало как бы очень редко может быть какую-то современную классику типа над пропастью варши это вообще книга мне иногда кажется что не я ли ее написала не я ли это в прошлой жизни была и писала эту книгу потому что я когда первый раз и я кстати первый раз я не прочла послушала вот такие вот дела и потом начала уже читать мастер маргарита тоже одна из моих любимых книг которые про это рассказывала что я ее читала несколько раз на двух языках на русском и на иврите и это очень интересно это очень интересно читать что-то что ты считал всегда очень знакомые я прочитала очень очень давно как бы и 5 нас машина поехал я прочитала ее очень давно на русском языке и потом в конце концов перечитал нашла перевод хороший на иврит потому что на иврит обычно переводят вещи которые более такая классика классическая то есть война и мир и все эти были переводы очень-очень давнишний айврит за последние 20 лет очень сильно изменился и как бы изменился в плане осовременился что ли на том иврите на котором были сделаны те переводы практически уже никто не говорит и даже привет это пришел привет всем привет на том иврите на котором переведены эти книги даже уже израильтяне которые здесь рожденные до которым лет по 30 40 50 они тоже не могут читать да вы написано блокирую хамов знаете я не могу со всеми хам бороться если человек так сбрасывает свою отрицательную какую-то энергию но пусть забрасывает он показывает свое божество не наше поэтому надо быть с этим тоже разобраться так что так что ребята не надо обращать внимание на хамов пусть хамов хамят ну это их убожество так проявляется я прекрасно это понимаю и это даже не удивляет потому что убогих людей среди нас достаточно и каждый кто приходит в интернет чтобы кому-то нахамить он показывает свое божество поэтому не обращайте на это внимание как вы с Иоланой сходили замечательно сходили купили ей кольцо с рогатым быком собаки в кафе не лают собаки в кафе лежат собака ушла нет вон собака вообще в телевизоре собаки очень мирно что им ладит а ладит ладит они просто быстро уходят сообщения собаки ладит тоже и мои собаки друг с другом и телевизорские собаки мои собаки тоже замечательные друг с другом они как-то не знаю мой большой пес он вообще все кофе бы ему все друзья и каком маленький москва очень не знаете такой он возмущается он главный заводила когда они выходят на улицу вместе если как бы так об кого-то заблокировать кто-то написал как израиль и я заблокировал о я просто думаю что если я буду сидеть вот так и блокировать это будет не очень ну как мне хочется общаться в узи иди блокирует но за факт израиль я заблокирую я такое не прощаю я просто не искать так вот когда мы выходим на улицу с собаками вместе мелкий обычно заводит всех то есть если подходит эта посторонняя собака то бонни большой пес он принимает всех радости ему все друзья в их мелке он так поскольку нет что-то мне не нравится он начинает возмущаться если он начинает возмущаться бонни это тоже подхватывает и начинается тогда заварушка небольшая но она долго не длится никто не кусается просто знаете по пантуется мех дымом поднимают и разбегаются потому что я не представляю что телевизорские собаки вдруг погрызлись что у меня глаза такие зеленые сегодня все какие-то вопросы есть то у меня поток сознания эти потихоньку исчерпан надо мне взять с собой следующий раз кафе какой-то штатив это вообще супер классный общий способ общения так вот сел прямо сидишь кстати я вот заметила да вот люди тут которые хамили они просрались и пошли дальше стало неинтересно реально ну так что мало ли кого понос прохватил ну да именно так и хотели как вы написали привет привет кто-то написал и вам тоже привет привет так задавайте вопросы по собак ответила что еще есть интересного у меня здесь еще недопитый кофе я смотрела и ренлади говорила что она за рулем будет такие делать не знаю я бы за рулем не рискнула если честно сказать потому что это надо читать надо смотреть надо вести все-таки более-менее диалог за рулем удобно снимать нет я сегодня в ароме я все равно называется кафе сети это такое наше районное кафе а рома у меня здесь немножечко далеко вот у них фирменные желтые везде вывески так вот за рулем я бы не стала не стала делать такие трансляции потому что ну не знаю как то опять же это получается либо ты ничего не читаешь да потому что нельзя вести машину и читать то что постоянно приходит на экране либо надо вещать опять как просто под записи это уже интересно вот такое вот дело вопросов нет надо срочно придумать тему для разговора а то пауза затянулась о чем поговорим нравится ли мне это приложение да мне нравится все новое кстати израиль разработал свое время а свой аналог назывался называется он мерка давно живешь в израиле да давно больше двадцати лет меркать и он как-то не очень пошел поэтому потом появился сразу в этот перископ и они были конкурентами но так как про меркать особо никто не знает он вышел и раньше я ушила ладно прокачу как говорится отечественного производителя и подключусь к другому ну что поделать надо быть шустрее поэтому да мне нравится приложение мне нравится вообще все вещи которые заставляют нас изучать что-то новое я сейчас села тут начала это изучать ему как классно мозг работаешь на новое узнаешь я не понимаю людей которые отрицают технологии отрицают как бы вещи современные говорят что интернет это зло и вообще люди перестали из-за телефонов и смс ок общаться вы знаете это фигня на мой взгляд потому что я могу общаться вот сейчас с вами вы со мной мы никогда бы в жизни не общались если бы не было этой возможности это ограничило наше общение только на тот круг людей которые у нас под носом а так ты охватываешь очень много более интересных да возможно ты перестаешь общаться с теми людьми как то есть которым ты общался раньше который у тебя под носом но может быть просто те люди тебе больше не интересны так что ну что поделать надо быть интереснее надо чем-то интересоваться развивать себя чтобы близкие люди твои друзья не прияли к тебе интересно нельзя сидеть и знаете за не захеревать и думать но храна им больше не с кем общаться так они будут это вот со мной здесь поэтому я отношусь совершенно спокойно к технологиям я то нет не спокойно я очень за них радуюсь за эти технологии потому что они мне позволили познакомиться с таким количеством просто я не могу это описать людей потрясающие которые мне интересны блогеров и не блогеров почему сердечки на экране не появляются я не знаю я тоже иногда кого-то смотрю иногда я сердечки фигачу иногда у меня ничего не получается да что несправедливо у вас тепло и сухо у нас дождь холодно и сыро до сожалею у нас тепло и сухо но у нас недавно был такой потоп что просто я даже не знаю что это было это это был просто реально но и в ковчег надо было потому что несколько городов затопило просто по самые уши причем это не какие-то города где-то знаете какая-то глубокая периферия где деревня нет это затопило реально города и люди потеряли свои квартиры просто потому что на лодках можно было плавать и у нас глаза во всех на лоб полезно как человек пришел домой открывает дверь и у вас этой дверью поток воды на вашкелоне мусорные баки плыли по улицам если только мусорные баки там по моему плыли по улицам машины и люди и что только не было я я когда на это смотрела мне казалось что это просто какая-то знаете в сибири я когда жила мне было десять лет тогда я помню у нас там река проходила как она называлась томи когда таял снег она переполнялась настолько что притопило вот там по краям были такие небольшие поселения вот что-то вроде того тоже было поэтому не знаю даже что это как мы на такого даже дороги там частями по обрушились поставить и дороги обрушились амсалом никто не не пострадал но реально это было ужасно как будто какая-то глубокая деревня куда не доходила цивилизации поэтому весь мир начал переворачиваться в общем меня это испугало ставим все ксении сердечки спасибо большое очень приятно про книги я договорила да как раз там был тогда как раз там был тогда поток дерьма и не успеваю читать то что приходит про книги я не договорила что я очень люблю читать книги в переводе класть классику российскую который переводит ее не так много потому что потому что еврей изменился если я что-то нахожу я читаю с большой большой радостью керними дабыр зубы валькаре керними дабы гуси за за кеда шля лучшили шанними сапер талис айрак гуси за лиц и я выбай да там под присоединились израильцяне и надо было просто объяснить что да я говорю на иврите прекрасно но вся тема моего канала и этого аккаунта тоже чтобы рассказывать про израиль и вообще по свою жизнь которая не про свою даже жизнь лично потому что эти я не люблю я и сама не смотрю такие каналы где люди вываливаются свои личные проблемы мне это не интересно мне как бы хватает реально личных проблем своих я рассказываю про жизнь которая интересная вот недавно я смотрел одного блогера англоязычного она там что-то собралась покончить с собой что там это и бывший муж и вот они начинают это все вываливать иногда смотрю но ребята но зачем вот надо как всю грязь тащить зачем надо свои эмоции вот это все выливать ну зачем кому интересно кто собирается покончить с собой хотя знаете людей прибавилось подписчиков но для меня это странно и я это не могу вот так еще недавно смотрела был такой на английском ютюбе на англоязычном ютюбе есть блогер господи как ее зовут забыл имя но не суть важно я отнесусь я отнесусь в детях набил спасибо большое глаза большие да то что есть то есть спасибо глаза большие она снимает знаете какие сарказм пародии на разные 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 темы на разные абсолютно и затрагивает все от абортов до религии и и недавно она сняла видео почему-то она вызвала столько много шума она называлась привет толстые люди и там она обсуждала лишний вес и почему-то сразу было столько возмущений у людей как бы люди эти же люди свое время там смеялись над абортами смеялись над чем там еще в общем она проходила по всем да по религии по расизму вот кстати вот таком же стиле у меня лишний вес у меня тоже бывает иногда лишний вес и вот она смеялась там надо всем почему-то кинулись так осуждать вот эту ситуацию с лишним весом я не поняла почему потому что когда человек снимается сарказом ну зачем принимать на себя всегда это так вот но кто-то проржался над чем-то ну хорошо не ваша тема вас это задело но кого-то задело то что над чем вы смеетесь поэтому переключаем идем дальше почему-то все блогеры с лишним весом набросились на нее с такой знаете остервенением который который на мой взгляд не имел к ней никакого отношения она эти удары все хорошо всегда держала но я вот не могу понять почему все люди сначала они ее смотрели смотрели пока не дошла тема до того что коснулась их мне это напомнило чем-то ситуацию с карикатурами как бы никому не мешало вот я об этом говорила что над израилем смеялись смеялись и мне это если честно не мешало потому что ну не мешало и все и потом вот когда задевают то что нам не нравится начинает это мешать не знаю мне кажется ну если вы не способны принимать эту тему спокойно не надо просто туда смотреть не надо это обсуждать мир мы делаем лучше тем что мы просто не раздражаемся на то что нам неприятно что нас раздражает у вас пытаются вызвать отрицательную вот это вот да как как на ютюбе тоже знаете люди приходят и пишут гадости для чего чтобы пошел вот этот вот подпитаться от вас чтобы пошел этот обмен энергии чтобы он почувствовал что у вас цепанул меня вот лично цепануть особо нельзя потому что мне пофигу приветик приветик потому что мне пофигу и потому что мне это просто скучно и неинтересно люди злые люди не злые люди несчастные поэтому они злые они не злые просто так они злые потому что они несчастные я им соболезную те кто несчастные я хочу чтобы люди были более счастливыми потому что они будут тогда более добрыми и да да именно сразу бан так я и делаю я не считаю что надо разводить помойку и не понимаю блогеров которые позволяют из себя под видео разводить помойку потому что это убивает на мой взгляд канал это не дает адекватным людям писать и делиться ой пес гафнул писать и делиться своими приятными эмоциями и сокращает количество позитивной энергии это глупо звучит но этот поток позитивной энергии он сокращается на мой взгляд и я не хочу чтобы у меня так было я хочу чтобы у меня на канале в инстаграме везде общались адекватные люди которые делятся чем-то приятным кто я по профессии я спортивный менеджер я руководитель большой руководитель маленького бизнеса то есть да я занимаюсь администрированием если кто не знает да у нас можем сеть клубов зудо уже лет 15 у нас три клуба и я занимаюсь административной работой почему одна потому что сегодня пятница день муж на работе ребенок с няней а я вышла поработать у меня образовалась 20 минут свободно да я вы понимаете я не работаю ваш доди у вас есть клуб нет ваш доди нет я работаю мы работаем в решении Тель-Авиве и Герцлии это просто территориально иначе не охватить я вам скажу обычно такой бизнес как у нас он работает на два клуба когда это один тренер потому что ну дней недели просто больше нет а мы умудрились растянуть это на три и это редкий случай потому что допустим вторник да это день вторник и пятница как сегодня это день в Израиле скаутов и обычно люди на кружки в эти дни не ходят только идут на скаутов а мы умудрились в эти дни тоже открыть клуб и он работает просто полноценным клубом вот кстати на моем втором канале кому интересно вышло видео на тему того как комитет зудо Израиля нас недавно поимел на тему чемпионата кадетов и детского командного чемпионата и мы все едем дамы и господа в Эйлад Эйлад это примерно ну если бы чемпионат Москвы организовали в Сочи сказали там классно там только что прошла олимпиада да как жаль забыла наушники еду в метро не слышу буду просто любоваться вы сможете посмотреть в течение суток эту запись как бы еще она сохранится так что вы вернетесь я думаю что вы сможете все это посмотреть она никуда не убежит от вас я не думаю что я какие-то здесь такие вопросы поднимаю просто болтаю потому что ну потому что вот допиваю кофе и до следующей встречи у меня еще есть время я болтаю еще кто спрашивал про мою работу я организатор спортивных мероприятий то есть я организовываю соревнования спортивные сборы разные выезды разные спортивные мероприятия допустим у вас компания хайфика вы хотите сделать день спорта и не знаете куда пойти обращайтесь ко мне то есть то же самое что организатор свадьб или чего-то другого только я организовываю спортивные мероприятия хотите чтобы я пригласила вам не знаю день баскетбола сделать я приглашу баскетболистов тренеров организую зал организую кейтинг подотру сопли принесу мячики сделаю что-то еще и да дорого стоит вы знаете стоит я думаю по сути это будет стоить так же как вы это все организуете сами потому что я многие вещи получаю намного дешевле чем обычный пользователь почему потому что если я снимаю допустим спортивный зал то человек который мне его сдает знает что это под мою ответственность а не просто какой-то компания хай-тека прибежит все разнесет он знает что это я я за это отвечаю я получаю так как постоянно это снимаю на эту скидку поэтому по сути это да вот такая вот связь между ну как посредник да есть посредник при сдаче квартиры посредник ну вот типа да поэтому если вы хотите организовать спортивное мероприятие для своей компании хай-тека обращайтесь организовать для детей для взрослых для кого угодно и да вот опять же сфера в которой я работаю она не не работает без того чтобы не организовать соревнования вот так мы периодически с клубом за границу выезжаем но вот сейчас что-то я как-то я не знаю я вообще за то чтобы ездить но как-то в последнее время я напряглась мы ездим часто в Германию с детьми я там нашла давным-давно очень классный клуб просто потрясающий клуб с хорошим тренером с которым у нас потрясающая связь и профессиональным и все но как-то ну я думаю все понимают да даже это не страх это какое-то такое опасение а стоит ли но все-таки я думаю что мы соберемся и поедем кстати есть кто-то из Германии я собираюсь ехать в Берлин весной сама просто так в гости погулять посмотрите очень люблю Берлин вообще наверное один из любимейших мною городов мира я там тачка сейчас здесь проедет с булочками один из любимейших городов мира для меня Берлин я там была как бы часто но очень быстрыми проездами бегом буквально потому что не было времени буквально один день один день один день один день каждую поездку ждем тебя в Москве да возможно я в Москву тоже все время об этом думаю что давно я не была в Москве в Москве я не была лет пять уже да так вот Берлин не знаю почему я не знаю как и что меня так в него влюбило я еще не была в Лондоне может быть Лондон побьет этот рекорд но там я себя ощущаю как-то странно но очень дома что ли я не знаю мне эта атмосфера городу очень нравится мне нравится сам город мне нравится его атмосфера внутри потому что не знаю в Париже я себя чувствовала не очень уютно в Праге было замечательно в Гамбурге немножечко все мертво для меня мы ездим в Гамбург кстати кому интересно на сборы и на соревнования вот жду в Лондоне да я надеюсь что я до Лондона тоже доеду думаю что после Берлина я поеду в Лондон мама моя не так давно была в Лондоне ей очень понравилось она сказала что это именно тот город в котором она бы хотела жить если бы она не жила в Телевиле вот я еще не была обязательно надо будет как-то съесть слушайте это затягивает просто потрясающее вот такое приложение просто потрясающе затягивает интересное такое общение когда люди просрались и теперь пишут люди адекватные очень интересно вы видели сегодня на мне что золото и бриллианты я люблю такой вариант когда все очень просто знаете вот R&B типа там пёс гавкает так что-то еще нам пишут вот я реально не знаю как можно за рулем вести такое общение потому что реально как бы нельзя ничего прочитать путем или смотреть на дорогу или отвечать и читать мой любимый фрукт я не ем фрукты у меня аллергия практически на все фрукты я ем бананы и апельсины иногда но у меня на апельсин аллергия вот такие вот дела так что я больше ем овощи я как-то один раз съела фиги у меня от этих фиг так расфигачило я вся опухла и стала красной пошла красными пятнами причем съела я еще сдуру его ночью и пошла спать и думаю что там мне как-то странно я себя чувствую потом посмотрела на свои руки и ноги думаю мать моя женщина я же распухла хорошо я еще не заснула пошла заглотила таблетку от аллергии все прошло больше я не ем фрукты которые не то что сомнительные а которые вообще с которыми я плохо знакома хотя бы от апельсин я знаю что может быть поэтому вот у кого еще у кого-то есть еще аллергия на большое количество фруктов которые сидят просто смотрят люди едят клубнику он смотрит клубничку он в рот запихал а я же не могу и клубнику не дай бог я ее съем я вся покраснею покрой сыплю и это не из-за того что у нас клубника какая-то химическая а просто потому что вот такая у меня непереносимость всяких этих вещей так что сейчас начнут у нас начнется в Израиле сейчас сезон клубники она у нас зимой у нас все да вот так зимой это чтоб все остальные просто побольше завидовали еще мало того что у нас зимой тепло у нас еще и сезон клубники зимой и люди начнут инстаграммить клубничку а я начну облизывать инстаграм просто ну что делать такая жизнь привет в Германию через агентство или сама сайт я заказываю все сама напрямую и да в России сейчас время мандаринов я в Германию еду я заказываю все напрямую через я летаю только и рядом и гостиницы я бронирую напрямую через гостиницу даже не через сайты а напрямую через гостиницу я останавливаюсь всегда в Европе в одном и том же если мы едем с командой в хостель я не помню как он называется в Германии тоже он есть и там замечательно я не большой любитель как я рассказывала звездочных гостиниц потому что я люблю минимальные как бы знаете такой урбанистические чтобы было минимально все удобно но без лишней роскоши потому что меня бомораживает что я плачу за роскошь которую я не успеваю пользоваться потому что я приезжаю погулять по городу я не согласна жить в бомжатнике лишь бы подешевле мне надо вот реально чтобы все было чисто хорошо новое я не люблю чисто но развалина и чтобы все было четко и красиво но без лишних вот этих рум сервисов и всего остального сколько градусов сейчас Тель-Авиве я думаю градусов 20 сейчас Тель-Авиве поэтому заказывают этот хостель всегда напрямую хотя вот в Праге знаете я тоже заказала сначала мы заказали этот хостель потом оказалось что гостиница которая четырехзаводочная в центре города вышла вышла дешевле где ты сидишь я живу в кафе Сити которая на улице Флорентин в районе Флорентин здесь много людей которые приходят поработать так как у меня компьютер видите с компьютерами так как у меня сейчас компьютера нет я прихожу и корячусь через телефон ну что поделать такова жизнь это очень удобно мы всегда можем теперь работу перекинуть на кого-то другого сказать у меня же нет компьютера Внешняя батарейка у тебя есть телефона? Топерископ жрет батарейка телефона нет у меня нет батарейки у меня есть зарядка я сижу в кафе видите здесь все сидят с зарядками поэтому я сейчас тоже подключусь пойду когда закончу и без всякой проблемы подзаряжусь я кстати даже на китайском сайте заказала провода для телефона и они работают уже месяц что шикарно он стоил доллар 15 я заказала провода по 2 метра именно вот для ситуации что я сижу в кафе мне надо где-то протянуть электричество и это потрясающе потому что обычно провод который стоит 5 долларов работает в месяц а тут провод за доллар с чем-то работает в месяц я заказала еще поэтому прямо я чувствую что жизнь налаживается как говорится потому что яблочных устройств устройств у нас в доме много зарядок надо много и да вот такие вот дела я кстати с внешними батарейками для телефона никогда не дружу у меня есть несколько но почему-то я всегда забываю зарядить и я ими пользовалась несколько раз и потом я обнаружила что я таскаю ее в сумке и просто она мне не заряжена потому что я это забываю но у меня та же ситуация мне предлагали bluetooth наушники когда я покупала телефон я взяла простые вот у меня сейчас тоже видите простые и я говорю это классно да но они у меня будут лежать незаряженные потому что я просто забываю я знаю что надо зарядить телефон но все остальные гаджеты я забываю поэтому мне надо только что-то такое что идет через провод вот мои наушники вот такие смотрите какие классные это для спорта типа они прорезиненные специально чтобы это называется от потом да они спортивные и вот не знаю кто то увидит название вот так они выглядят вот здесь еще вот эта полосочка типа отражает цвет она и да вот они очень хорошо ложатся в ухо и очень удобные и у них есть самая интересная фишка сейчас вам покажу смотрите вот это можно отстегнуть да и тогда получится у вас очень короткий провод то есть вы можете положить просто этот самый в карман вот да я просто читала комментарии здесь отстегнули и положили если у вас какое-то маленькое устройство из которого музыку слушаете занимаетесь спортом это очень удобно не надо вот это наматывание вокруг собственной шеи делать проводом а если вам надо для телефона или для чего-то чтобы более этого раз так подключили вот у вас есть более длинное поэтому мне это очень ситуация удобна вот и они реально держатся уже у меня долго у меня до этого были наушники отбиты они за три месяца сломались мне их заменили на новые теперь они теперь они лежат и так вы знаете в сторонке отдыхают я не могу это на youtube погрузить или музыка будет все-таки слишком явно видна и слышна и будет мешать и мне не дадут это выложить вот это главная проблема что нельзя снимать в кафе я помню откуда откуда где нет музыки и нашла одно кафе где нет музыки чтобы мы могли не только общаться но еще что-то поснимать потому что иначе это невозможно youtube почему-то всегда предполагает что мы хотим поделиться музыкой вот авторские права блюдит как говорится или блюдет я даже не знаю кому как больше нравится да реально батарейку жрет и телефон нагревается сердечко одно мне прилетело еще одно прилетело спасибо за сердечки ой полетели сердечки розовые как приятно ой много сердечек спасибо кто-то где там кидает целую кучу сердечек я даже вот так подставлю подставлю я себе голову под поток сердечек так что ребята когда присоединяйтесь думаете какие-то темы для разговоров вопросы я с удовольствием эти темы разобью поддержу и так далее потому что у меня конечно много о чем есть поболтать но как-то знаете экспромтом уж совсем немножечко тяжело поэтому задавайте вопросы и буду очень-очень рада чем-то поделиться полезной какой-то информацией которая наверняка где-то в недрах моего сознания скрывается очень глубоко о опять сердечки спасибо за сердечки у нас совсем уже потемнело смотрите не знаю передастся ли вам правильно четыре часа с небольшим и уже как бы это у меня драть часов нет я сегодня в роли счастливой женщины без часов хотя у меня есть сумка вот она вот ну ладно наверно батарейка уже начинает совсем садится так что всем большое спасибо кто поболтал и готовьте к следующему разу вопросы всем спасибо за внимание я вас люблю пока пока